МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витает служба информации телерадио компании Гомель. У студии Натальи Игнатенко. Глядите у гэтым выпуску. У ближайшие сутки на Гомельщине чекается до 18 градусов морозу. Сегодня день работников социальной обороны. Непосредственно на Гомельщине они допомагают амаль 500 тысячам человек. Больше 300 детей со шмадетных и малозабеспеченных семьях завитают на калядную елку, якая пройдет 7-го студия на территории Спаса Преображенского храма. Правкам предприемства Гомель Транснафта Дружба долучился до доброчинного марафону «Скрынка смелости». И больше подробно об этом и не только. Циклон Алекс принес на Гомельщину похолодание. Управнание середина и тыдня температура поветра снизится амаль на 20 градусов. Наши корреспонденты удокладнили информацию областным гидрометцентры. На работу метеоролога у понижения температуры ниякого вплыва не оказало. Як и ранее, кожные три годины специалисты сдымают замеры, засталеванные на специальный пляс социаппаратуры. Уже праздникальки хвилин я ее накирую в белорусский гидрометцентр. И разместят уседцы международного метеорологичного обмена. У целом температура в этом месяце была приклада на 10 градусов теплей за климатичную норму. Шостого студия не похолодая. Температура поветра шагается в межах 13 и 18 градусов мороза. На большей части территории в области снег, а ле короткочасовый. 7 января на Рождество в отдельных районах области пройдет небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Температура воздуха в течение суток минус 15, минус 21 градус. Кстати, самое холодное Рождество в Гомеле было в 2003 году. Температура воздуха ночью опустилась до минус 28 градусов. До надыхода холодов сегодня готовы и не только синоптики, а ле и медики. За холодный период минулого года у опекового отделения 1-й Гомельской городской больницы трапили 19 человек, причем не которым спотребилась ампутация. В группе Рызыки люди с беспоевного места жихарства, состарелые, дети, рыбаки и полевничи. Хоть это не значит, что на здоровье инших моцные морозы уплыву не окажут. А тому ведать правила 1-й допомоги никому не перешкодить. При появлении первых симптомов отморожения, на что могут указывать появление онемения в конечности, появление бледной краски кожных покровов, нарушение подвижности рук-ног, а в более поздние периоды появления пузырей и появления темных пятен на коже, необходимо немедленно обратиться к врачу. В порядке самопомощи можно произвести согревание сухим теплом. То есть человек, который подвергся воздействию низких температур, должен по возможности быстрее согреться, принять внутрь горячие напитки – чай или бульон. Употребление спиртных напитков вызывает чувство временного комфорта, но способствует наступлению более быстрого переохлаждения. Медоки так само не выключают, что перопады температур могут отбиться на здоровье мета-залежных людей. Правда, меньшим простыдень на Гомельшине зноу потеплее. Первая половина следующей недели будет морозной. Температурный фон составит минус 13-18 градусов. При прояснениях – до минус 20. Ну а ослабление морозов будем ожидать к 11 января, к середине следующей недели. Олег Сентюров, Дмитрий Котов, Евген Макеенко, отель радио «Компания Гомель». Открытое акционерное товариство «Гомсельмаш» все лето выпустить первую парту у початка уборочных комбайнов по лесу МС-6, яке призначены для уборки кукурузы. На думку керавництва предприемства, яны будуть запотребованы у споживцов, покольки каштуюць удвоя менш, чем замежные аналоги. 2017 год будзе напруженным для коллектива навуково-технічного центра комбайна будавання. Зараз распочалася сдача рабочих чертяжов новых зернеуборочных комбайнов. Яны пройдуть проверку под час ближайшего жнева. Конструкторы распрацовывают три оригинальные модели, яке дозволят значно повысить огольный уровень выпускаемой предприемством продукции. Так само истнуют планы по распрацовуце новых моделей у бурокоуборочной и хлопкоуборочной техники. Сегодня день работников социальной обороны. Непосредственно на Гомельщине яны допомагают и маль 500 тысячам человек. В первую очередь пенсионерам и людям с обмежеванными махчимостями. Алексин Серов наведал установу, где проживают дети-инвалиды. Гомельский дом-интернат для детей-инвалидов был открыт в Костричнику 2011-го. С того часа тут постоянно проживают 60 человек. По словам администрации, главная задача – створить для каждого из этих лукованцев годные умовы. Причем под годными маются на увазе не только бытовые умовы, не одежде чем то, что все дети с особливостями психофизичного развития, и не такие же члены громадства, как и все остальные. До того, что когда заниматься зами постоянно и метанокирована, можно достигнуть достаточно значительного приобщения к здоровью. Канис – терапия, реабилитация с допомогой собак. Добро зашли в Галабаду Рашаню тут называют головным терапевтом установы. У Беларуси такие виды терапии, поколь не ведьми распоряжены, а на гомичные увогли из минулого года применяются только в этом доме-интернате. Але об остановчиках можно сказать уже зараз. Так они в своем мире закрыты, а собака как проводник их раскрывает, и они начинают через собаку потом социализироваться и общаться с людьми. Вот это самое главное. И плюс эффект, потому что очень много упражнений на моторику, на моторику рук, на моторику ног, ну и всего. Двигаться, и это потому что ребенок, не мы его заставляем двигаться, он сам хочет это делать. Это очень важно. У этих молодых людей розный лес. Некто живет в доме-интернате годами, некто вертается в биологичной семье. Юлия Федорович летость поступила в Гомельский лицей будовников и уже в наступном году будет дипломованным рабочим зеленого будовництва. Кажет, что завсюду любила працовать на земле с рослинами, теперь Мара Станя, я ей профессией. Люблю очень ходить на город, смотреть, что растет, что не растет, где пополоть, что надо. Это я всегда. Она у меня очень успокаивает, мне очень нравится. В минулом году в Гомельском доме-интернате первыми сиротами установки такого типа открыли властную полиграфичную майстерню. Улику первой продукции – блокноты и малюнки-размалюнки для выхованцев молодого взрослого. Эта майстерня – еще одна махчимость для молодых людей раскрыть свои таленты и чуть себе корыстным для громадства. В Гомеле, до речи, для достигнения этой меты выкористовываются самые разностайные адвокацийные программы. От проведения занятков на компьютерах по специальных программах до уделу в конкурсах. В минулом году, например, выхованцы дома-интерната принимали удел в международном творчем фестивале инвалидов в Баку. День работников социальной обороны ящедно махчимость сказать дякую людям, яке свое житё присвятили тем, кто мая особливую потребу у кропоти и допомозе. Они, наверное, сегодня особые в том плане, что не каждый человек может работать в этой сфере. Это и добрые отношения, отзывчивость и, так сказать, терпение. Олег Сентяров, Евген Макеенко, телерадокомпания «Угомель». Разом деля гуманности. Доброчинную акцию под такой назвой проводит областная организация Белорусского товарыства «Червоного крыжа». В связи с надыходом «Маразоу» завтра у «Угомеля» волонтёры окажутся допомогу бездомным по забеспечению теплой ежей и оденним. С 10 до 14 годин будет организовано дежурство во всех районных организациях областного центра. Место проведения акции «Советская 105А», «Матросова-6», «Свердлова-21» и «Тельмана-39». Коляды, час суда, добра и приемных пригод. Сегодня у Гомельским державным театры «Лялик» отбылся марафон доброчинных святочных ёлок. Одно из этих яскравых колядных мероприемств организовал Гомельский городский выканавчий комитет. Еще два аналогичные провела Гомельская епархия Белорусской православной церквы. Детям по часу рачистости пропоновали цикавые представления и солодкие подарунки. Вероника Ворошилина с подробностями. Доброчинная святочная ёлка Гомельского городского выканавчего комитета объеднала выхованцев шмандерных и малозабеспеченных семьях, детей-инвалидов, а так само юных таллинтов из розных кутков областного центра. На это по-соправдному видовищное и захопляльное колядное мероприемство городские улады запросили около 200 детей молодшего взрослого. Для юных гостей была подрыхтована веселая гульневая программа. Им пропоновали поудельничать у цикавых конкурсах и викторинах, якими сопроводжалась добрачинная свята. Так само «Детей Чакао» познавальный спектакль, приемные подарунки и безумовно самые щирые и теплые пожадания. Новогоднюю сказку, как и в целом праздник Нового года, всегда с нетерпением ждут и взрослые, и дети. Всегда в надежде на рождественское чудо, на исполнение желаний. Ушел 2016 год, я уверен, что для всех он запомнится добрыми делами, хорошими поступками, результатами своей работы. И хочу пожелать, конечно, от имени городского исполнительного комитета, городского совета депутатов, от себя лично, конечно, всем без исключения здоровья, благополучия, добра, удачи, и нашим жителям города, и гостям нашего города, родным, близким, чтобы 2017 год был, по крайней мере, не хуже 2016 года, чтобы у всех все получилось задуманное. На аналогичное калядное мероприемство сегодня детей запросила и Гомельская епархия Белорусской Православной Церквы. У театры лялик отбылись одразу две доброчинные архиерейские елки. ГТС «Кравые казочные действия» объеднали каля 500 хлопчиков и девчонок. Маленьким наведовальникам свято пропоновали займальное подороже в показках и мультфильмах и дискотеку с великими ростовыми ляльками. Проведение доброчинных архиерейских елок – добрая традиция, яка я давно закладена в Гомельской православной епархии. Песни, забавы, спектакль и солодкие подарунки допомогли детям окунуться в атмосферу соправдной новогодней каски. Завитали сегодня священнослужители Гомельской православной епархии и областную детячую клиничную больницу. Тут яны сустрелись с прационным коллективом медустановой и наведали маленьких пациентов. Каляды – лепший час для добра и милосердности. Организаторы доброчинного мероприемства приехали сюда не с пустыми руками, привезли сучасную технику, цацки и солодкие подарунки. Пациентам и сопрацовникам Гомельской областной детяжей клиничной больницы священнослужители подарили иконки и пожадали кожному мощного здоровья, выконания урожства, самых заповедных маров и жаданев. А разом с тым нагадали усім присутным, что холодное отсюда – это человеческое житё, якое зауседы необходимо берахчы и подтримливать. Сегодня церковь молится за этих ребят, за всех, чтобы Господь скорей дал им выздоровление, они пришли в свои семьи и радовали своих родителей. И вот это будет их выздоровление, будет, наверное, чудом в их жизни, которое постепенно совершается в их телесах. И я молюсь, чтобы Господь укрепил их телесные силы и духовные, и они истинно почувствовали, что Христос рядом с ними, что Он любит всех нас. Вероника Варашилина, Сергей Лукашук, телерадоэка, компания «Гомель». Дарыч, больше 300 детей со шмадетных и малозабеспеченных семьях завитают так само на калядную ёлку, якая пройдя сёмага студеня на территории Спаса Преображенского храма. Удельника у свята чекает шмат цикавага. Организаторы подрихтовали программу, у якой сполучаются элементы народных традиций и религийной культуры. Дети смогут поудельничать у шматликих конкурсах, убачить театрализованную каску калядной прыгоды Настачки. Завершится представление святочным фейерверком. У свою шаргу дорослые отримают макшимость наведать доброчинный кермаш, где можно будет набуть паштовки, сделанные прихожанами храма. Изначально мы хотели сделать подарок на Рождество детям. В нашем приходе уже пятый год приглашаются дети из детных семей, из неблагополучных семей для праздника. 7 числа мы всегда устраиваем концерт, и в этом году будет также театрализованное представление, фейерверк. Правкам предприемства «Гомель Транснафта Дружба» долучился до доброчинного марафона «Скрынка смелости». Мы это акции, допомогчи детям, якие проходят протяглые лечения в медустановах. Супрацовники предприемства могли набыть гипсовые фигурки и покласти их у «Скрынку смелости». Завтра эти сувениры отримают маленькие пациенты Республиканского навыково-практичного центра радиационной медицины и экологии человека. Фигурка, которую можно расфарбовать, обовязково надасть детям смелости. Завтра мы эти подарки передадим в наш Республиканский центр радиационной медицины. Я думаю, что каждый ребенок, который увидит эту игрушку, возьмет ее в руки, забудет немножко о тех горестях, которые ему причиняют все-таки лечение, и почувствует себя чуть-чуть смелее и чуть-чуть здоровее. Многие театральные коллективы сустрекают свята премьерами. Узорный театр «Радость» Гомельского городского центра культуры представил глядачам каску-спектакль «Снежная королева». Это постановка по одноименной пьесе Яугена Шварца. Сюжет классичный. Девчонка Герда отправляется на пошыки своего названного брата Кея, которого выкрала «Снежная королева». Ей треба будет пройти про многие выпробования. Справиться с ними девчонцы допоможат ее горячее сердце, которое может растопить любой лед. Каска вучить добро и спочуванию, и не губляя своей актуальности. У музея редкой книги областной библиотеки «Имя Ленина» открылась выстава под назвой «Рукой автора» в экспозиции в выдании 19-го, початку 20-го стагодзя. Каштовность этих книг в том, что они утромливаются в себе фоксимели, фоксимели, рукописов и малюнков, сделанных авторами. Фоксимели – это докладное узнавление рукопису, документа и подпису. Копии рукописных текстов друковали и ранее, правда, это был складанный процесс. В 19-м стагодзе с развитием фотографий стало простей. Однако, серовно, книги с фоксимеля каштовали не танно. И дозволить их себе мог не кожный. Книга, украшенная фоксимеля, записью автора, это поистине богатейший экземпляр, который являлся гордостью книжной коллекции каждого владельца. У нас часто кероритеты каштовные ясно и тем, что дают макшимость ближе познайомиться с классиками сусветной литературы. Вядома ж, что почерк адлюстровывая характер человека. У экспозиции книги с коллекцией князев Паскевича и фонда у библиотеки. Выглядели информационный выпуск телерадиокампании «Гомель» у студии працевала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги жадаем вам добрых новинов. До новых встреч у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова